Тотальный характер Второй мировой войны Работали на войну в тылу, но и вынуждены были подвергаться яростным ударам авиации А вследствие маневренного характера Второй мировой войны И захвата противником громадных территорий, осады больших городов И непосредственно многие женщины вынуждены были пассивно или активно участвовать в военных действиях Например, женщины блокированного Ленинграда или осажденного Севастополя Разве не были они участниками войны в самом прямом смысле этого слова В Советском Союзе участие женщин в войне было всеобщим, законодательно закрепленным Но не оставались в стороне от войны и женщины других воюющих государств Активное участие женщин в войне отмечено в Германии и в Великобритании В Соединенных Штатах Америки и в Японии Наибольшие тяжести и трагедии выпали на долю русских женщин Не только на тех, кто взял на себя активную роль в войне Летчиц, связисток, разведчиц, медицинских сестер Или на тех, кто осваивал тяжелейшие мужские профессии в тылу Но и на тех, чьи дома были разрушены Матерей, терявших в сражениях своих сыновей Или на женщин по вине Красной Армии Совершенно неожиданно оказавшихся в оккупации И вынужденных выживать бок о бок с гитлеровцами И не только выживать, но и спасать своих детей Советское государство было в большом долгу, громадном долгу перед женщинами И этот долг так никогда и не был отдан Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Я только раз видала рукопашный Раз наяву и тысячи во сне Кто говорит, что на войне не страшно Тот ничего не знает о войне Уже на рассвете 22 июня 1941 года в Брестской крепости Наши женщины приняли свой первый бой Почти целый месяц сражалась окруженная крепость И гитлеровцы даже распустили слухи, что ее обороняют женские подразделения НКВД Там действительно отчаянно сражались рядом с мужчинами и женщиной Это были жены командиров, связистки, медицинские сестры Когда осматривают взятую Брестскую крепость прибыли Гитлера и Муссолини Они могли видеть убитых русских женщин с оружием в руках И немало взятых в плен женщин Кровь, пот, грязь Постоянное ижесекундное состояние между жизнью и смертью Трудно вообразить все это, не побывав в окопе на передовой И не ощутив нервами и кожей, что это такое Когда смерть и днем, и ночью находится рядом И готова отнять жизнь у солдата в любой момент Каково же переживать это ощущение женщине Этот удушающий, смертельный прессинг Медицинские сестры войны В роте или в батальоне, спасавшие раненых, выносившие их с поля боя Это тысячи женщин-героинь, имен которых мы сегодня почти не знаем Да уже и не в имени дело В Красной Армии их было более ста тысяч Их беспримерной самоотверженности Не имевшей в мировой истории никогда и ничего похожего Обязанной жизнью миллионы солдат А все их имена слились В одном единственном образе женщины, спасающей Женщины, сражающейся со смертью на поле боя Мы должны поклониться сегодня И санитаркам, которые работали самозабвенно в медсанбатах И шифровальщицам при штабах И связисткам, и радисткам, и разведчицам, которых отправляли за линию фронта С очень малой надеждой, что они уцелеют и потом смогут вернуться назад Как в этой связи не вспомнить о колхозницах, которые, оставшись без мужчин и без техники Которая была практически вся отдана фронту, выращивали для армии и для страны хлеб Зачастую отказывая собственным детям в элементарном пропитании Нельзя не вспомнить о женах рабочих, которые заняли их место у станков на самых тяжелых производствах И сегодня, в начале 21-го столетия, мы должны отдать дань памяти и дань уважения И ленинградской девочке, которая погибла от немецкого снаряда на территории своего детского садика И безвестной радистке, которая сложила свою голову в самом конце войны Близ венгерского города с труднопроизносимым названием Секишфехервар И солдатке, которая на тяжелом производстве давала три нормы и подорвала свое здоровье Только потому, что это было необходимо для победы О память! Верным ты верна! Твой водоем на дне колышет знамена, лица, имена И мрамор жив, и бронза дышит В конечном итоге 87 женщин стали героями Советского Союза Вечная им слава и честь Они настоящие герои, и ими можно гордиться Но вот нам, мужчинам, должно быть стыдно, что мы с такой легкостью С такой бездумностью выставили своих женщин на передовую беспощадной войны Не защитили их, не отправили в тыл, не взяли на себя полностью кровавую эту работу В разных воюющих странах положение участия женщин было, конечно, разным Только в Германии и в Советском Союзе существовали законы, позволявшие призывать на военных военную службу женщин В Великобритании и Соединенных Штатах речь могла идти только о добровольном желании надеть военную форму Но и между Германией и Советским Союзом была существенная разница Немцы не отправляли своих женщин непосредственно на фронт, на передовую У них не было во фронтовых соединениях даже медицинских сестер Только медицинские братья Советская власть далеко ушла в военной эмансипации женщин Русские женщины-летчицы Как правило, пилоты ночных тихоходных этажерок только по недомыслию названных ночными бомбардировщиками Эти прекрасные женщины были жертвенными работницами воздушной войны Но докажите мне, что без них нельзя было обойтись Что их участие в войне имело какой-то результативный смысл Да не докажете Вот вам пример Июль 42-го года немецкие авангарды беспрепятственно переправляются через Дон По ночам советское командование направляет против немецких переправ ночной женский бомбардировочный полк Женщины-пилоты сгорают в буквальном смысле слова А авиация Черноморского флота бездействует Ждет команды, которую ей так и не успевают дать Женщины-снайперы имели на своих счетах по сотне и более убитых врагов Севастопольский снайпер Людмила Павлюченко стала всемирно известной Обаятельная и мужественная она представляла женщин сражающегося Советского Союза в поездке по Америке Но несмотря на все обаяние Людмилы в американской армии, женщин-снайперов не появилось В Советском Союзе было принято восхищаться, с восторгом перечислять героические деяния женщин на фронте Да, они заслуживают нашей любви, нашего признания и вечной благодарности Но безумна та власть, которая не ощущает в этом своей вины Отдельные примеры, когда в армиях Соединенных Штатов Америки или Германии, Великобритании или Франции Появлялись энтузиастки женщины-летчицы или женщины-зенитчицы Реально присутствуют в истории Второй мировой войны Но ни в одной из армий мира не было женщин-водительниц танков или женщин-пулеметчиц Пулеметчица Приморской армии Нина Анилова Пример замечательный, вечная ей память Она прекрасна, но позорное обращение командования Северо-Кавказского фронта Призывавшая женщин за пулемет после гибели Нины Аниловой Танкистка Мария Октябрьская никогда не будет забыта Но те, кто посылал ее в бой, должны были бы испытывать чувство стыда Но они его не испытывали, потому что таким было всеобщее коммунистическое отношение к женщине В этом и состоит жуткое извращение советского периода Военно-политическое руководство не испытывало чувство стыда И после войны, так и не покаявшись и не попросив прощения у русских женщин За те нечеловеческие страдания, которым большевистское государство Подвергло лучшую половину своих граждан В союзных нам странах, несмотря на все трудности, положение было иным В Соединенных Штатах Америки женщины активно привлекались к мужским профессиям На верфях и на заводах были заняты на сельскохозяйственных работах Но американские женщины участвовали в этом исключительно добровольно Из патриотических соображений В Великобритании в очень тяжелый для нее период Женщины законодательно были привлечены к работе на заводах и в сельском хозяйстве Но под эти законы подпадали только женщины среднего возраста и не имеющие детей Дух патриотизма был очень силен среди англичанок Которые по доброй воле приходили работать на авиазаводы В сборочные цеха других производств Но если бы Черчилль попытался ввести хотя бы один закон Отдаленно напоминающий советские, например, привлекавший к обязательной работе В течение 14-16 часов ежедневно женщин, имеющих нескольких детей То он очень недолго бы оставался премьер-министром Интересно, что будущая королева Англии Елизавета II В 19-летнем возрасте служила в армии Была водителем военного грузовика Конечно, это было очень удачной пропагандой Или, как сейчас говорят, пиаром Женщины Великобритании служили в основном в войсках связи В штабах и в войсках противовоздушной обороны В октябре 1936 года Маршал Советского СУЗа Семен Михайлович Буденный Разговаривал с вождем народов Иосифом Васильевичем Сталином Сталин после очередных маневров сказал Буденному Товарищ Буденный, необходимо сделать так Чтобы наши женщины и боевые подруги Стали надежным резервом партии и советского государства Необходимо уже сейчас готовить их к тому Чтобы они осваивали профессии медицинских сестер Чтобы они учились метать гранаты и стрелять И были готовы в полной мере заменить мужчин Не только в тылу, но и на фронте Более полувека тому назад на экраны Советского Союза Вышел веселый фильм Альдара Рязанова «Гусарская баллада» Помните, там есть сцена, в которой князь Смоленский Михаил Ирёнович Голенищев-Кутузов Разгневанно выговаривает кавалерист девицы Шурочки Азаровой, главной героини И без такой подмоги мы перешибли бы на парту ноги Без такой подмоги Гитлеру мы ноги перешибить не смогли Два замечательных русских писателя Борис Васильев и Виктор Астафьев В полной мере показали нам трагизм Женщины на войне И, наверное, и в повести о Зоре с дистихией В одноименном кинофильме Или в романе «Проклятые и убитые» Главный вопрос, который мучает читателя Зачем? Во имя чего нужно было положить, предположим, пять девушек-связисток Зенитчиц для того, чтобы поймать десяток немецких парашютистов Но дело было даже не в этом, зачем они должны были погибнуть А почему именно они должны были погибнуть Они своих не помнили заслуг По семеро впрягались бабы в плуг Чтоб хлеб родили минные поля Чтоб ровной стала рваная земля К концу Второй мировой войны в Советском Союзе Три четверти работающих в сельском хозяйстве составляли женщины В промышленности их было больше половины Три пятых Женщины использовались безжалостно и беспощадно Закрепленные на самых тяжелых участках законодательными советскими актами Под бдительным оком НКВД порторгов Женщина-кузнец-тракторист Металлург-литейщик Укладчик вручную железнодорожных шпал Грузчик На этих и похожих работах героизм женщины Вполне сопоставим с фронтовым героизмом Из гнева плавился металл А слезы превращались в порох И разве это не насилие над женской сутью Не насилие над будущим России как государства И русских как государства образующего народа В годы Великой Отечественной войны Более миллиона советских женщин По официальной статистике Были призваны вооруженные силы Советского Союза Они не просто вытаскивали раненых из-под огня Они еще пилотировали боевые самолеты Были снайперами Разминировали минные поля Участвовали в боевых действиях с оружием в руках И это страшное Страшный лик войны Если об этом думать всерьез В годы Второй мировой войны Зимы 1943 года И в Германии призывали женщин Вооруженные силы Их было призвано более 10 тысяч Но они не метали гранаты в советские танки Не выслеживали советских бойцов и командиров И снайперских окопов И уж не ловили советских парашютистов В глубоком германском тылу Они работали машинистками Операторами связи Картографами В крупных штабах Как правило Но никогда не должны были пить Ту горькую чашу войны Которую предстояло пить мужчинам И только в нашей стране Это стало страшной, жуткой И обыденной реальностью К которой мы привыкли Привыкли настолько Что не понимаем Что в действительности наша страна Вероятно израсходовала Запас мужчин Необходимый для продолжения войны Этот запас должны были с определенного момента Уже пополнять собой женщины Особой горечью и трагичностью Отличались судьбы женщин в обороне городов Первыми афортами ужаса Стали китайские города Взятые японской армией Города эти поначалу подвергались Истребительным бомбардировкам И артиллерийским обстрелам А затем после появления японской армии Начинались дни и ночи Тотальных насилий и грабежей В обреченных на долгую осаду Советских городах Женщины превращались в военно обязанных В осажденном Севастополе Нельзя было даже лечь на диван Повернуться к стене И умереть, как в блокированном Ленинграде Разрушения в Севастополе Были столь велики Что почти все оставшиеся в живых женщины Прятались и работали в каменных штольнях Самым кустарным способом Изготавливая боеприпасы Или ухаживая за ранеными В конце концов Севастопольских женщин Как и раненых Попросту оставили в подземельях На милость врага И в женском нацистском концлагере Равенсбрюк Севастопольские женщины Составляли едва ли не половину заключенных О женщинах блокадного Ленинграда Написаны целые поэмы Проникновенных, ярких, воодушевленных слов Но вот я их перечитываю И становятся не по себе И кажется, что честнее было бы промолчать Как молчат Накануне смертного часа Да, они, может быть, были мужественнее мужчин Но их муки мужества Не были исторически неизбежными Ведь блокады вполне могло и не быть В истории Второй мировой войны До сих пор мы так и не сказали Почему и кто виноват в том, что Ленинград был окружен Когда по всем военным раскладам По соотношению противостоящих сил Этого не должно было бы случиться А героизм ленинградских женщин Продолжает прикрывать чью-то преступную бездарность И неумение воевать Был день, как день Ко мне пришла подруга Не плача, рассказала, что вчера Единственного схоронила друга И мы молчали с нею до утра Какие же я могла найти слова Я тоже ленинградская вдова Вторая мировая война Вошла в историю человечества Как война, в ходе которой Очень велики были жертвы Среди мирного гражданского населения В том числе погибло очень много Женщин и детей Да, конечно, мы можем вспомнить о том Что и в Первую мировую Или Вторую отечественную Или Великую, как ее еще называли Современники Тоже были жертвы среди гражданского населения Но разве можно сравнить Какую-нибудь пятифунтовую бомбочку Которую сбрасывали с германского цепелина На мирный, тихий, спящий город Сравнить с тысячами смертоносных Тон фугасных и зажигательных бомб Которые стирали с лица земли Целые жилые кварталы Военные статистики подсчитали Что в годы Первой мировой войны Жертвами бомбардировок с воздуха Стали от силы где-то пять тысяч человек А что касается Второй мировой То цифры здесь уже совершенно иного порядка Более одного миллиона человек А мне представляется, что эта официальная цифра Может быть скорректирована в сторону увеличения Сегодня уже никто точно не подсчитает Сколько женщин и детей погибло Только за один страшный день в Сталинграде Когда он подвергся ожесточенной бомбардировке с воздуха Сегодня уже никто не подсчитает точно Сколько женщин и детей погибло в осажденном Севастополе В осажденном блокадном Ленинграде В разрушенном союзной авиацией практически до нулевой отметки Дрездене И вот мне представляется, что женщины и дети Погибшие в годы Второй мировой войны Стали заложниками тех человеконенавистнических амбиций Которые были свойственны нацистским преступникам Идеологический характер войны требовал и нового типа женщин Особенно явление это заметно в гитлеровской Германии По началу Второй мировой войны немецких женщин Не нагружали военными заботами Рвение проявляли только убежденные женщины-нацистские Из них формировались специальные женские охранные отряды СС Для работы в концентрационных лагерях Когда период побед Германии закончился, женщин начали привлекать в законном порядке К службе в авиации, войсках ПВО и даже заставлять отрабатывать трудовую повинность Большинство немецких женщин охотно служили в войсках связи На пунктах обнаружения самолетов противника Становились прожектористскими и зенитчицами Попытка привлечь женщин в фальшштурм немцам не удалась Хотя пропагандисты Геббельса и убеждали их Что вооруженная Фаус-патроном Любая женщина способна остановить советский танк В самом конце войны некоторые германские женщины-нацистские Проявили значительно большую твердость российских убеждений, чем их мужья Именно Магда Геббельс, например, была инициатором убийства своих шестерых малолетних детей Исключительно по идейным соображениям Тогда как сам доктор Геббельс готов был отправить детей в Баварию Еще один персонаж последнего акта трагической пьесы о Третьем рейхе Ева Браун прилетела в осажденный Берлин, чтобы умереть вместе с Гитлером И, не зная сомнений, умерла В дни мировой войны, независимо от своих желаний Даже если государство не требует от женщин облачаться военную форму И не принуждает к тяжелой работе Они оказываются вовлеченными в суровую реальность Война начинается для женщин с разрушения их личной жизни Когда на фронт уходит муж, или сыновья, или любящий человек Разлука и военные ожидания уже являются глубокими ранами для женщины А если следом приходят оккупанты и враг лицом к лицу Или необходимо работать по 16 часов в сутки в заводских цехах А в оставшиеся часы заботятся о малолетних детях и стариках Для советской женщины жизнь в глубоком тылу была борьбой за выживание Причем не только за выживание собственное Властимущие у нас уже давно поняли, что русская женщина двужильная И всегда может вытащить из пропасти и собственных детей, и весь наш народ в целом И если мы сегодня живем, если жизнь у нас не прекратилась в тех невозможных условиях В каких мы жили в годы войны и после войны То благодарить и превозносить за это мы должны наших женщин И молить Бога за них, и просить у Него, чтобы Он сделал жизнь их на этой земле более сносной А не только в раю небесном Мы думали, каким бы из символов войны закончить нашу женскую серию Символом, в котором бы отразились чувства большинства фронтовиков мужчин И женщин-тружениц, женщин-воинов И остановились на синем платочке Клавдии Ивановны Шульженко Помню, как в памятный вечер Садал платочек свой в плеч Как провожала и обещала Синий платочек сберечь И ты со мной Нет сегодня, любимой Родной Знаю, с любовью ты из головы Прячешь флоток моровой Письма свои получая Слышу я голос родной И между строчек и клокочек Снова встает предо мной И часто в бой Провожает меня Облик твой Чувствую рядом С любящим взглядом Ты постоянно со мной Сколько заветных платочков Мы сохраняем с собой Нежные речи, девичьи плечи Помним в страде боевой За них родных Желанных и любимых Таких Крочит пулеметчик За синий платочек Что было на плечах дорогих Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok